2002 год. Ситуация как сегодня с нефтью, с ценами на нефть. Только цены, конечно, были другие, но обвал такой же, как мы пережили сейчас, март-апрель. Да и май тоже. В сравнении с тем, что было, баррель нефти. Россия как сидела на этой нефтяной игле, так, похоже, еще и будет долго-долго сидеть. Почему? Почему за 20 лет мы не построили те предприятия, чью продукцию можно было бы продавать на миллиарды долларов по году? Мы ведь из оружия продаем только хорошо продаем. С-400. Все. С-400 Алмаз Антей показал на параде в 98-99 году. Вон когда, 20 с лишним лет. А где же другая продукция, которая могла бы кормить нас? То есть, наш бюджет. Это же пенсии. Это зарплаты бюджетников. Это студенческие стипендии. Нефть. Вот 2002 год. Нефть упала в цене при Касьянове так же, как она свалилась сегодня. Я недавно пересматривал свои старые материалы и увидел, с каким восторгом либералы немцов, в частности, в той ситуации, когда рухнули цены на нефть, говорили о Касьянове, который при этом совершал ошибки. Я напомню сейчас ситуацию с нефтью, с Касьяновым, с его ошибками. Мягко говоря, ошибками. Это все с нефтью связано. 2002 года. Моя позиция по поводу Касьянов. Я считаю, что Касьянов неплохой премьер-министр. Сейчас он делает одну ошибку, связанную с нефтью. Крупную. Дело в том, что наша экономика сильно от нефти зависит. Ну, это банально. Суть ошибки в чем? Мы ограничили экспорт нефти с договора СОПЕК. Правильно сделали. На внутреннем рынке затоваривание нефтью. Цена на нефть падает. На внутреннем рынке 5 долларов за баррель. 5 долларов за баррель. Что нужно сделать для того, чтобы нефтяную промышленность сохранить, сохранить машиностроение? Нужно открыть экспорт нефтепродуктов. По нефти ограничениям ОПЕК. По нефтепродуктам нет ограничений. Откройте экспорт нефтепродуктов. В страну пойдет валюта, цены будут нормальными, нефтяные компании будут инвестировать деньги, заработает экономика. Он медлит. Это ошибка. Кстати, казалось бы, техническая такая, скучная, да? Но он совершает крупную экономическую ошибку. Сколько мы на этом можем потерять, мы, Россия? Я думаю, от 3 до 10 миллиардов. Большие деньги. Доллар? Бюджет, да. Да, конечно. От 3 до 10 миллиардов. Бюджет, да. То есть где-то 10-15% бюджета. Очень большие деньги. Это катастрофа для России в баррель нефти? Если не катастрофа, то уже очень близко к ней. По крайней мере, на мой взгляд, ситуация более чем критическая, и решение принимать надо быстро. Российские нефтяные компании последние 2-2,5 года интенсивно вкладывали в увеличение добычи нефти. Прирост 15-20 миллионов тонн нефти в год. Выясняется, что уже в прошлом году 8 миллионов тонн нефти ушло в прирост запасов. Всю нефть, какую только можно, закачали в трубу транснефти. Все нефтехранилища заполнены. А тут мы еще и взяли, и приснились к ОПЕК, что правильно, да? Но ограничили экспорт. Полтора года увеличивали добычу, и практически весь прирост добычи шел на экспорт. Гнали, 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 гнали. Сейчас на экспорт больше нельзя, а добыча-то растет, деньги вложены, нефть все больше, больше, больше качается. Соответственно, она появляется внутри на внутреннем рынке. Цена пошла вниз. 5 долларов – это ниже уровня себестоимости. Себестоимость среднего нефтяников примерно 8 долларов. Вот если в целом посмотреть на всю российскую экономику, ну, там 7,5 может быть. Сколько Россия на этом потеряет? По нашим оценкам, если цена нефти будет 5 долларов за баррель внутренне, российские нефтяные компании потеряют 7-8 миллиардов долларов. Плюс 7-8 миллиардов долларов Россия потеряет, если цена на нефть в среднем будет 17 долларов за баррель внешняя. В прошлом году средняя была 24, в этом году 17 – 7 миллиардов долларов. Ровно, да? Итого 15 миллиардов долларов от падения цен. Миллиардов 9 потеряет бюджет, ну, соответственно, 6 миллиардов потеряют нефтяные компании. Члены правительства, руководители Министерства энергетики с таким анализом категорически не согласны. Это тоже своего рода сенсация. Немцов утверждает, что средняя цена 5 долларов за баррель. Вы не согласны с такой оценкой? Да нет, конечно. Это же абсолютно вещь дифференцированная по каждой категории топлива. Берите бензин, берите мазут, берите керосин. Ну какая реальная цена средняя? На нефть? Средняя. Ну реально, я считаю, сегодня цена не превышает 1200 рублей на тонну. То есть, если на тонну, это грубо говоря, 60 долларов. Вообще это не 60, а 39 долларов. Какая разница по одним оценкам 5, по вашему 60? Ну не 5 долларов. Да, ну как же такое разбросство ума, несовместимой жизни? Не, ну это просто... 5 и 60, кому же верите? Верьте мне, я не знаю. Я могу сделать официальный отчет с печатью. Нефтяной отрасли это катастрофа. И к чему это приведет? А если для нефтяной отрасли катастрофа, то стало быть и для экономики в целом. Приведет это к выпадению доходов из бюджета, стал быть... Большая сумма, Александр Николаевич? Сумма. Ну, даже когда у нас в 98-м году внешняя цена на российскую нефть Юрлс упала ниже 10 долларов, и уже это привело к последствиям, которые многим известны под названием дефолт. А что сейчас может быть? Что касается российской экономики, то наблюдается в последнее время тенденция к снижению темпов роста. Это не только связано с годовыми показателями, скажем, в 2000 году 8%, а в 2001 году 5%. Помеченные показатели имеют ярко выраженную тенденцию к снижению. И в ноябре роста уже не было, нулевой был рост. И в декабре примерно такая же ситуация. Бензина полно, а цена на бензин, на гривен в Москве выросла за неделю. Это как? Если на Западе цена опускается, допустим, на нефть, ну, это тут же сказывается на то, что происходит на безоколонках. А у нас все зависит от совсем других факторов. То есть от мафии? Если в этом регионе или в этом районе кто-то контролирует цену, то кто может конкурировать с этим? У нас еще нет такой системы, когда действительно реальная конкуренция, допустим, на том же бензинном рынке. То есть если завтра кому-то из них Путин явно не понравится, вот из тех, кто контролирует, они такую цену задерут в своих регионах, что будет революция? Ну, в принципе, можно, конечно, создать скандальные ситуации, можно создать и волнения. А государства как бы нет. Пока еще крайне слабое. То есть у нас государство любит заниматься бизнесом, любит участвовать во всем, чем только можно. А вот то, что называется регулированием, в том числе антимонопольным, оно, конечно, пока еще в очень слабой форме. Сколько я знаю лучшего интервьюера в стране караула, столько лет он задает вопрос, почему это происходит. Но если мы теряем каждый день сейчас денежку. И вы понимаете, и я понимаю, почему это происходит. Это происходит потому, что мы плохо владеем экономикой внутри страны. Потому что Касьянов плохо знает Россию, страну, в которой он премьер-министр. Да лучше бы он лучше знал. Было бы лучше для страны. Вы знаете, когда вот тут... Вы это серьезно говорите. Я серьезно говорю, почему? Потому что я вот присутствовал, когда работал один из очень известных в нашей стране людей, министром энергетики, на коллегии ему задавали вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Сера поднялась в газе до 0,4, а можно поставлять дальше? Он так бедненький, с моего счастья всегда, я говорю, поставляйте, как раньше поставляли. Вот в таких пределах. То есть, ему не знают, сколько там серого должно быть и так далее. Цены все равно будут выходить на нормальный мировой уровень. Цены сейчас растут на бензин? Растут. Нет, не везде. Вот вы знаете, что... Выросли на несколько копеек. Вот сейчас на гривен. Москве сейчас выросли на гривен. По стране совершенно разная картина. Наши заводы стали затовариваться бензином. И я вижу, по крайней мере, несколько советов федераций, где даже было снижение. Если у нас полно нефти, вот сейчас она идет на наш собственный российский рынок. Почему же цены, когда нефти полно не снижаются, как полагается, при рыночной экономике, а растут? Потому что монополисты. В каждом субъекте есть своя нефтяная компания, которая... Мафия, я понимаю. А государство на что? Да, где мафия, где не совсем мафия. И государство должно просто разбивать монополизм. То есть едем по трассе, завъезжаем в субъект федерации, можно сразу сказать, кто там работает. Или мы видим там ТАТ нефть, или видим там ЮКОС, или видим там Лукоил. Или топливная компания в Питере, где сырный бензин выше, чем в Москве. И она будет превалировать. Вот это придется запрещать законодательно. Это одна из наших основных функций. Контроль за концентрацией производства капитала. Вот и мы выставляли достаточно жесткие условия. Это то, чем страдает наша нефтяная отрасль, где слишком велико дробление. Вот 13 компаний, и явно они проигрывают в конкурентной борьбе более мощным конкурентам западным, южным и восточным. Вот если это не монополия, то что это? Это тема известная. Мы ее рассматривали и у себя в министерстве. Но это в каждом конкретном случае надо смотреть границы. Ну, здесь-то будете протестовать? Нет, мы будем изучать и изучаем сейчас этот процесс. На изучение сколько уходит, как правило? По-разному очень. Вы знаете... Ну, в данном случае сколько может уйти, Ильяр? Ну, это может уйти несколько недель. Хотя для качественного анализа, конечно, нужно больше времени. Американцы ввели антитрессовский закон в свое время. Хотя были олигархи там уж не против. Бедного Рафеллера распилили тогда на кучу частей. Ему это было очень неприятно. Единую компанию, мощную, конкурентоспособную, стандартную, распилили. А оказалось, что с точки зрения развития экономики, они сделали правильно. В каждом субъекте федерации должно быть по крайней мере несколько сильных игроков на рынке этих автозаправлений. То есть государство может справиться? Государство должно принять этот закон. Да когда примите? Когда? Вот писать надо. Текст закона писать нормально. Садиться и писать... Можете взять беленькую чистую и написать закон? Ну, я думаю, что... От бензина страдают все. Составляющие бензина в каждом продукте. Я думаю, что за то, чтобы ни человек, который сядет писать, не написал, ему вполне достойно заплатят за такую вещь. Должен найти тот, кто не поддастся на это и напишет. Простая вещь написать. Что нельзя, чтобы принадлежало одной компании, скажем, больше 30-40% специализированных, сказать, без заправок в субъекте федерации. И все. Слушай, я уверю гражданину России по имени Александр Починок. Листик бумажки Семичеркова возьмите, напишите текст закона как гражданин. Отдайте его любому нормальному депутату в Думу, который от себя и от вашего имени его озвучит завтра. Вот и все. В порядке частной инициативы. Купили, наверное, придется писать. Конечно. И вас не купишь, я знаю, потому что, ну, все-таки я верю в то, что у нас есть порядочные, чистые, нормальные министры. Вообще, давайте, такой закон действительно надо сделать. Для всех. И для президента помощь. У нас законы подчаса Путин предлагает в одиночку. Да. А какие вы-то, министры? Ребят, помогите президенту собственными мозгами и листиком бумажки. Получается так, что во многом случае необходима именно воля президента, чтобы делать страну с места. Я несколько раз такое наблюдал. Один в поле, не воин. Помогать надо. Вы готов? Да. Напишите закон? Это да. Договорились. Я почти не сомневаюсь, что сегодня ночью Александр Починок, который, даже если он не страдает бессонницей, все-таки напишет, раз он обещал на всю страну тот самый закон, а Государственная Дума, может быть, даже примет его в каком-нибудь чтении, тот самый закон, без которого в России нет рынка. А составляющая бензина, напомню это еще и еще раз, в каждом товаре и в каждом продукте. Ведь его этот товар надо еще как-то довести до магазина. Тот самый закон, который ликвидирует, наконец, в России, в каждом российском регионе, монополию бензиновых королей. А их у нас на всю страну. Подумайте только, на всю Россию. 13 человек. Только 13. И рядом с бензоколонками Лукойла или Славнефти появятся бензоколонки других нефтяных компаний, маленьких, таких как Северная Нефть, например. И этих бензоколонок в России, в нефтяной стране, будет в конце концов столько, что их владельцы никогда не смогут договориться между собой о единой, ничем не обоснованной, корпоративной цене. И цены, когда бензин и навал, а значит и цены на продукты, на товары, начнут, наконец, хоть чуть-чуть снижаться. В принципе, я верю, что такой закон когда-нибудь будет. Но ведь нефть – это не только бензин. Вот сегодня мы живем на нефтедолларе. И обратите внимание, в каждой приличной газете, как цены на баррель нефти, что случится. Страна должна сама что-то производить и перерабатывать ту баррель нефти у себя. А мы сегодня экспортируем газ, нефть. Там даем рабочие места, а обратно ввозим готовую продукцию. Ну, например, колготки. Колготки – это нефть. Как колготки – это нефть? Да. Сегодня мы нефть переработаем на нефтепродавшем заводе. Получим ароматического углеводорода бензол. Из бензола С6А6 мы сделаем с вами капролоктам. Завода у нас хватает по капролоктаму. Из капролоктам мы сделаем волокно, а из нити волокно мы сделаем с вами колготки. Так вот, если тонну нефти приведем к 150 долларам, то из этой тонны нефти можно сделать колготок на 115 тысяч долларов. Вот заработная плата, налоги. Ну, не все, но большинство. Не могу понять, как из этой черной вонючей жидкости делают колготки. Это уже вторичный процесс. А что еще из нефти делают? Все, что угодно. Все платмассы, все упаковки, полиэтилены. Польшие, все нефти. Да, все это и продукт нефтехимии. Вот вы зря говорите, что цена не снижается. Я говорю, снижается, это же статистика. Это же статистика. Вот в 2001 году она снизилась. Вы в магазины эти ходите, Иван Андреевич, или супруга ходите? А, ну это уже другие накрутки. Видите, как цены в магазинах растут? Какая инфляция? Инфляция 30% сейчас вы посчитали. По январю дальше так пойдет 30% в год инфляция. Где же снижение? Еще есть такие уже официальные сведения. Конечно. А цена нефти? Цена нефти в каждом продукте, в каждом товаре, в бензине. Во всем есть цена вашего продукта. А все растет. В цене. Вы, Андрей Викторович, задаете этот вопрос не только мне. Всем задаете. Мне жалко президента. Мне жалко Матвиенко. Мне даже Касьянова стало жалко. Посчитали, пообещали зарплаты, пенсии. Бац, инфляция. Январская. Всего лишь январская. Может быть, это еще не показатель? Ибет барь. Старт всегда непоказательен. Вы оптимист, Иван Андреевич? Я абсолютно оптимист. Всегда. Это же значит. Сколько будет инфляции за год? Можно абсолютно точно сказать, что не менее 16,3%. Правительство посчитало? А правительство заложило в бюджет 12%. А потом стало заниматься элегантными вещами, которые можно характеризовать как подтасовки. И стало говорить, что официальный прогноз 12-14%. Логика весьма простая. Мы сейчас напугаем Госкомстат. У нас же в прошлые два года было три случая, когда президент публично интересовался, что это у нас такая высокая инфляция. И тут же Госкомстат давал другие цифры. Вы не обижайтесь на людей, потому что люди действительно пережили большую трагедию, когда все руководство практически село. Хотя и не за это. И естественно, что инфляция после таких заявлений падает как доской пришибленной. Арест четыре года назад всего руководства Госкомстата России, а статистики у нас, как я подозреваю, просто проворвались. Арест руководителей Госкомстата, очень памятный, конечно, в этом ведомстве, позволяет сегодня многим ведущим экономистам России утверждать, что Госкомстату в каких-то ситуациях нельзя верить. Что те цифры роста цен, то есть инфляции, которые дает Госкомстат, не соответствуют реальной жизни. И в действительности цены в наших магазинах уже в ближайшие 2-3 месяца окончательно сожрут те прибавки к нашим зарплатам и пенсиям, которые были сделаны в этом году. Павло Президент. Ну давайте не будем повышать цены. Мы это уже проходили 70 лет. Мы это проходили. Не надо трогать цены. Давайте вернем комитет по ценам у нас был тогда. С одной стороны, мы хотим не зависеть от конъюнктуры внешнего рынка. Кувейт для кувейтцев продает бензин не по той цене, по которой возят нефть в Америку или в Европу. Ну и бог с ним. Когда может быть у нас тоже, мы знаем, у нас один наш сосед Южнее тоже объявил себя вторым кувейтом. Что-то мы там этого не видим. Ну кувейт кувейтом, бог с ним. Это уникальные, уникальные, что Саудовская Аравия, что кувейт. Чем хуже у нас нефти сколько? Если мы выйдем на те же соотношения, как в кувейте, на экспорт, ну я думаю, что этого никогда просто не будет, потому что у нас, во-первых, и запасов таких нет, и наша нефть не сравнить с кувейской. Насколько сегодня экспорт из России превышает импорт? Сальдо будет в районе 50 миллиардов долларов. Вот столько мы продаем сырья. Как и в том году. Это очень большая проблема для экономики и как следствие для инфляции. Ну вообще, конечно. Я понимаю, что я наимен, но Соколин утверждает, что они считают честно. Вот 3,1% это честные данные. В январе всегда в сезонный всплеск. На Соколину уже пошли нападки со стороны правительства, что он якобы не так посчитал, якобы сделал какую-то глупость. Но это вопрос касается профессионализма. И Соколин ведет себя исключительно достойно, исключительно правильно. Он говорит, что мы посчитали 3,1% и столько и есть. Другое дело, что он государев человеку, и существуют определенные ситуации, в которых от чиновников нельзя требовать невозможно. О том, как чиновники и в правительстве, и в Кремле, и, к сожалению, на местах, я говорю в том числе и о губернаторах, замалчивают сегодня проблемы. Мы видели в январе, когда в 37 регионах страны не оказалось вдруг денег на выплату зарплаты пенсии. нефть перестает кормить Россию, как следствие, растет инфляция, никуда от этого не денешься. Налоги из регионов правительство забирает в центр, в Минфин, так что в регионах почти не остается денег, а людям, помимо всего прочего, обещали надбавки. И во всех российских республиках и областях, абсолютно во всех, сейчас идет массовое сокращение людей. Массовое. Об этом никто не знает, об этом никто не говорит в средствах массовой информации, но это факт. Упраздняются якобы за ненадобностью целые службы, целые организации. Людей просто пачками выгоняют на улицы. Причем, а бизнесмены всегда очень хорошо чувствуют приближающийся кризис, это делают сейчас не только государственные, но и частные структуры. И дело порой принимает просто страшный оборот.